В деревне Малые Веземы тоже подхватили инициативу недели добрых дел. Первыми этой работой занялись ребята 7-го Б-класса. У них уже есть опыт благотворительной помощи. Все они музейные волонтеры. Неподалеку поэтическая родина Александра Пушкина. В Больших Веземах находится музей-заповедник его имени. И ребята не раз помогали здесь туристам со всей страны. Это талисман добрых дел. Мы шьем такие талисманы для солдат, которые находятся на СВО. Это символизирует то, что мы помним о них, не забываем и желаем им победы. И фетр для талисманов, и пряники, и глазурь для кулинарной росписи школе помогли приобрести родители учеников. Диалог выглядит просто. Мы начинаем работать в очередной раз в рамках добровольческого дела. И родители уже привыкли, что мы систематически обращаемся с ним с какой-то просьбой помочь нам организовать включение наших детей к добрым делам, к патриотизму и к тому, что есть люди, которые исполняют свой долг для того, чтобы мы здесь могли жить спокойно и безоблачно. В Старогородковской школе-интернате тоже в стороне не остались. Гумпомощь собирали с самого начала спецоперации. На фронт передали уже более 400 готовых изделий. Трудились учащиеся их педагоги. Они делают это в кабинете, работают на различном техническом оборудовании, с термической обработкой. Ну и сейчас пряники, которые вы видите, если мы начинали просто с изготовления и росписи пищевым фломастером, то сейчас за этот год мы освоили производство сахарной глазурьи. Сейчас у нас пряники украшены мастикой. И все это ручной труд. В кабинете технологии ребята вместе с участниками активного долголетия приготовили символ масленицы – блины. Изготавливают не только выпечку, но и блиндажные свечи и одежду. Кофты, балаклавы, шапки флисовые передадим через волонтер. Неделя у нас прошла плодотворно. Но неделя закончится, но добрые дела наши не закончатся. Мы также продолжим печь, шить, готовить для наших ребят. Главное – обратная связь от военнослужащих. И она есть. Впрочем, трудились всю неделю не только ученики школ, но и детсадовцы. Ребята из детского сада номер 74 приготовили пряники. Принесли их вам для того, чтобы вы их раскрасили своим весенним настроением. А потом эти пряники мы будем передать им в Одинцово для наших военнослужащих. София вместе с одноклассниками уже написала письмо для наших бойцов со словами поддержки. Кстати, родители ребят, как и их педагоги, тоже активные участники акции. Мы не впервые принимаем участие. Мы собираем подарки бойцам, отправляем на фронт, делаем открытки, подарки. Сейчас мы делаем пряники. Наши учителя – это Бучинский Виктор Станиславович, это Семенов Евгений Анатольевич. По просьбе женского коллектива, они сделали станок для того, чтобы им было легче резать ленты, которые они впоследствии используют для плетения маскировочных сетей, которые защищают наших бойцов во время военно-специальной операции. А самые творческие воспитанники школы, участники хореографического коллектива, выразили свою поддержку через танцы и музыку. У нас есть очень хороший кружок технического творчества авиамодельный, где ребята строят модели. Ну и к нам поступали заказы, наш преподаватель с его уже выпускниками ремонтировал дроны. Даже маленькое дело может принести большую пользу. В этом участники доброй акции уже давно убедились.